Всех приветствую на своем канале. Нашла я тут свой мухоморный парик и решила, а чё бы не патролить хейтеров. У меня тут красный ковер, на нём оказывается мишки при желании углядываются прям посередине, ещё где-то. И ещё я сегодня дошла до магазина до пятёрки, пол, не знаю, месяц, наверное, там не была. Банкомат всё ещё не работает. В том плане не было, что ничего не покупала вообще. И тут что-то накупила. Ну, вообще шла за чем-то конкретным, и вкусно купила ещё чего-то. И решила вам обозреть. Ну, вообще-то я как бы вчера день потеряла, в том плане, что, не, конечно, классно, посылку получила, видос записала, но чё-то я так проконетелилась, что в результате то, что хотела, не сделала. Поэтому сегодня я вроде как с конрейтом должна выниматься. Поэтому видос, наверное, не знаю, во сколько будет. В общем, вот у меня тут пакетища. Лёля тут купила. А чё Лёля купила? Лёля на 600 с чем-то накупила. У меня ещё эта карта заюзалась, там, как пятёрочная. Какая-то, какие-то баллы. У меня сейчас, по-моему, 58 баллов, которые, типа, 58 рублей на что-нибудь потратится. Ну, чё-то у меня как-то их не предлагают писать, а я как-то про них вообще забываю. В общем, Лёля купила бананов. Да, парик, наверное, я пыталась его расчесать. У меня клок волос вышел. Может, его надо постирать, не знаю. Вообще, я бы какой-нибудь парик себе, это, стёба ради, так, на видос на какой-нибудь заимела бы. Но так я вообще без понятия, где их продают. Это-то мне вообще моя панельчика подарила. Бананы. Банаголд. Называется. Наклейка тут такая. Что-то они по 40 или по 50 были, я вообще не помню. Так. Увидела я финики. Есть финики такие масляные, они мне дико не нравятся. Есть финики такие сухонькие. Есть, по-моему, такие сухонькие. Вообще, вот, по-моему, вот такие финики я ни разу не брала в Миксбар. И там вот прикольно такое. Ну, вообще, на финиках на развес каких-нибудь там в мире фруктах там же вообще не написано, что у них там. Финики, может, там ещё какой-нибудь хрен знает, что. Тут финики сушёные, с косточкой, растительное масло. Мне он больше нравился. Финики фирмы, которая в Магните продавалась по 45 рублей. Вот эти не помню. По-моему, 60 рублей или 59 копейками, 200 грамм. Короче, 250 грамм в Магните по 45 они продавались. Вот в этой фирме у меня там вот кое-что другое. А вот эти я ни разу не пробовала, но решила купить. Что-то захотелось мне фиников. Вот тогда они. Маг, слива сушёная, без косточки, отборная. 250 грамм, по-моему, 90... Фу, 250 грамм, 90 рублей, по-моему, стоило. И вот тут в составе просто сушёная слива без косточки. Вот в такой же пакетике, только... Точнее, этой же фирмы, может, чуть другой пакетики. Я пару раз, может, даже раз, три или четыре, покупала в Магните, пока он там был. Финики, которые в составе были финики. Вот такие вот чёрно-сливка. Так. Вообще, я шла туда в основном за фигню для чистки труб, молоком и какао. По-моему, у меня такое какао уже было. И, по-моему, оно заканчивается, я решила ещё купить. По-моему, оно 75 рублей стоит, тут 250 грамм. Тут вообще в состав такой у меня волосы линяют, я линяю, мой парик линяет. У меня... У нас тут, короче, чем дихоньку, тут состав. А, вот сахар, песок, какао, порошок, ароматизатор, андетично-натуральный манилин. Вообще, хорошая какао. Где-то три ложки с горкой я фигачу на чашку в 300 миллилитров. И такой хороший завтрак. Часа три точно есть не хочется ничего. Сделан у нас 1 октября. 12 месяцев жизни у него. Ну, типа, да, советую. В пятёрке такой продаётся. Тут я ещё... Я покупала в этом высшей лиге... Что-то не помню, сколько, 70 рублей, 100 грамм, что ли, было. Этот самый вишню сушёную. Ну, там было не написано, что ещё в ней было. А вот здесь, в общем, вот это вот... Натуральные, короче, фуцы. Сухая вишня, вишня сушёная, точнее, вишня цукаты, вишня сушёная, сахар, лимонная кислота и консервант Е223. Это я к тому, что в той вишне, которую я на развед брала, я не знаю, там, какой, был чё или нет, поведут она такая же, как ту я брала. Да, это я люблю вишню. Если вдруг, то ещё не в курсе, а лучше от природы. Тут у нас... Сколько у нас тут? Она 95 рублей, по-моему, стоила. И что у нас тут по граммам-то? 12 месяцев троугодности. Где граммы-то вообще? Есть какие-нибудь? Сделана она 10 октября. А, тут 180 грамм. Вишня. Сейчас, думаю, буду перевод переводить. Захаймячу её. Я вообще хочу сделать сразу. Сначала перевод, а потом сразу выйдет и фигачивать. Потому что я начала вообще только одну страничку. У меня частично перевод есть. Кусочками, так скажем. Там одна десятая, может, или одна двадцатая. Второй главы Тарт Магика. Это легенда Жаня Дарк. Ну, короче говоря, что-то так... Решила я внезапно поклинить. Попутно получилось ещё и потайпить. Но вообще там одно слово было, глава два. В гимпе. Обычно я клею в пинте, а тарпию уже в гимпе. Но у меня наш типа не спохвалил. Ну, это было недели-две, наверное, назад. Вот я решила сейчас попробовать сначала перевод заваять, а потом уже сразу на месте и тарпить эту камору. Короче, вот молоко, оно мне нравится. Оно что-то было по скидке. Раньше оно примерно так и стоило. 45 рублей, может, с копейками. Вот это, по-моему, рязанское молоко питьевое. 3,2, ещё 2,5 есть. Ну, вот что-то... Короче, если оно бывает по скидке, то я его беру. Оно мне очень нравится, рязанское молоко. Там разных фирм ещё бывает. Чисто конкретно рязанское молоко. Тут у нас, ну, ещё какая-то, типа, выиграете призы. На самом деле, это такая фигня. Там проходишь какой-то омолоке.ком. Куча всяких молок. Куча всяких разных молоков. Участвуют вот в этой, типа, акции. И в разные года, где-то ближе к Новому году, и заходите на сайт, сбиваете, значит, этот какой-нибудь там пин-код, фиг знает откуда вы взятый. Отвечаете на кучу вопросов. И каждый раз, как бы вы ни ответили, вам всегда облом, облом, облом. Попробуйте в другой раз облом. Облом, короче, обман. Но молоко вкусное. Так, купила сибулушку. Вообще, у меня есть хлебушек, но я хотела, мне что-то так вот сегодня обеду этим супом на завтрак. С щами. И что-то так подумалось, я забыла совершенно вчера положить в них перчик. И подумала, я так думаю, блин, хочется чёрного хлебушка. У меня такой серенький хлебушек и беленький хлебушек. Я думаю, если я ещё куплю чёрненького, у меня вообще конькетки нет раньше, чем я его успею съесть. И я решила взять, вот она сегодняшняя сделана, 19-ая, сегодня вроде. В 9 рта 56 минут изготовлена. Но мне вообще кажется, в пятёрке они хоть и позиционируют себя, как мини-пекарня. Мы тут с маминой подругой говорили, мы пришли к выводу, что все эти мини-пекарни это тупо замороженные продукты. И размораживают. Тут у нас булочка с картофелем и грибами. Я как-то брала. Хоть тут состав весь вообще затёртый, только одни цифры. Скобочка, большая часть е. Ну, я решила, что можно иногда взять. Вкусная она, когда тёплая. Она была мяконькая, но уже была не тёплая. Вот я не помню, какое это молоко в бутылках, то ли просто квашено, то ли в доме, в деревне, мне не нравится. Каждый раз я покупаю, каждый раз натыкаюсь и забываю. Вспоминаю, надо где-нибудь записать. Это прям как мы с Аленкой в Манеке несколько раз были. И в Перке, когда я бывала. И я брала всегда роллы Аляска, а они дико острые. И вот я первый раз беру, ой, фу, какие они острые роллы Аляска. В следующий раз беру, и она мне говорит, слушай, Лёля, они типа острые, ты же их не любишь, а я беру. Потом, ой, блин, ты была права, они такие острые. И каждый раз за два. В следующий раз, когда мы с ней как-то пошли, я вспомнила, что там какие-то были острые. Я ей попросила сказать, какие, ну, мне, чтоб я не брала. Вот надо было с этим молоком загрязать сделать, потому что, если это не то молоко, которое мне нравится, потому что я как-то покупала молоко в бутылке, и в результате его кот выпивал. Коту нормально, а мне не очень. В общем, оно тоже что-то было по 45, по 46, я не знаю. Оно у нас кто-то долго играющее, а это до 25 декабря. Но я думаю, я его успею делать. Просто квашенская малышка. Так, вот из-за чего я в основе ходила. Я не помню, рекламила я его или нет. Но я, наверное, уже раз третий его покупаю. Да, наверное, уже четвертый и пятый. В ванну запустить, там это, значит, раковину на кухне. Хорошая такая фигня, намного лучше, чем... Вот сейчас оно по скидке было... Я как-то его покупала за 80 чем-то, 83. Потом, значит, ходила, у меня его не набыла, но по скидке было по 52 долларов. Точнее, я один купила, думаю, ну на второй-то мне нафига. Тут я специально по двумя шла, и смотрю, они по 49,90. Думаю, я как раз два беру. Думаю, очень даже хорошо. Тут какой-то треугольничек я только сейчас вернусь. Выпуклый что-ли, может через этот треугольничек открывать, нафиг знает. Ну, короче говоря, в общем, очень хорошее средство, нравится. Мне лучше, чем всякие кроты, жидкие и непонятные фигни. И намного удобнее, чем вызывать мастеров, которые за 300 рублей тебе почистят, и через месяц снова придется чистить. Может, они, конечно, так чистят, я не знаю. Раньше их вызывал раз в год, и как-то нормально было, и не вспоминал. Короче, мало того, что геморно, пока дозвонишься и объяснить, что тебе надо, так еще и получается в 6 раз дороже. Так что, если что, я вам советую вот этого мастера мускула для прочистки сливных труб всех видов. Хорошая хрень. Так, кто тут у нас? А, да, вот и последнее. Последнее, я даже время ведь не заметила с вами треугольничок. Короче, а последнее, ну, мало Лёли сладкого, да, вчера пришло. Мало у Лёли там сладких мармеладок, всякой такой хрени. Лёля увидела пряники по 60, что ли, 5 рублей или по 70. Я уж не помню, тут ламберц, 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 тыцы. Суть в том, что состав более-менее меняемый. Пряники в шоколаде. Пряники в шоколаде фигурные. Готов продукт к употреблению. Пшеничная мука выше сорт, сироп глюкозы, сироп фруктозы, сахар, точнее, шоколад 17%, сахар, какао, это в скобочках вот этого шоколада 17% сахара, какао тёртое, какао масло, молочный жин, соевый лецитин, сахар, пряности, подсолнечное масло, краситель Е150С, разрыхлитель или карбонат аммония, фиг не знает, что это за хрень, а потом этот карбонат натрия, я подозреваю, что это обычная вот эта вот, сода, да, и соль. Усё, сделаны 27 октября и до 30 октября следующего года годные. 250 грамм, в общем, я решила вот что-то так, думаю, надо мне, наверное, купить их. У меня как раз куравье вчера закончилось. У меня там есть, конечно, печенье, куча сладкого, ну, короче, вот как-то это, вот, купила. Я стояла, минуты три на него смотрела, потом подумала, а чё бы и нет. В общем, вот такие у меня были покупки. Усё, спасибо за просмотр. Да, пакетики шуршащие я сделаю как-нибудь СМР, не обещаю когда, но если я вдруг на этой неделе не запишу, то вы мне там где-нибудь на следующей неделе купите меня. Ну и про шмотки тоже как-нибудь постараюсь записать. Выходные-то у меня будут заняты, но на неделе я не знаю, как ещё пока. Хотя неделя, вот второй день недели, да. В общем, усем спасибо и усем пока. Субтитры сделал DimaTorzok